Здравствуйте! Представляем на ваше внимание шикарный дом с четырёх спальнями в Баяне. Здесь пешеходный вход, поднимаемся по лестнице. Ступени отделаны из гранита, естественный камень. Здесь большая входная дверь двухкрылая, чтобы человек мог занести спокойно какую-нибудь мебель. Здесь большая прихожая, место для большого встроенного гардероба. Дом, забыл сказать, что он отделан с частичной мобилировки. Мы хотим показать, как ещё может выглядеть вот такой дом отделан. Здесь гостиная с высокими потолками, двойной свет до 6 метров 30 сантиметров. Ещё с первого этажа, смотрите, какой взгляд есть на Софии. Прямо обалдеть! Вот опять отсюда видны и второй этаж. Справа в углу есть место для камина по проекте. Мы сделали три варианта для мебелировки. Вот это классический вариант. Есть ещё два варианта. Мы можем разрабатывать для вас и другие варианты мебелировки. Если такого типа вам не нравится. Вот мы уже в кухне. Это кухонная часть, шкафы и трапезария слева. Массивный стол из массивного дерева, дуб. Сейчас обратите внимание на большой двор. Собственный. С орехом. Который бонус к дому. Едем дальше. Во дворе есть уже монтированная поливная система, которая входит в цене дома. И не требуется ничего больше делать снаружи собственникам. Всё уже сделано, продумано. Видим, опять внутри дома. Как я сказал раньше, дом имеет четыре спальни. Одна находится здесь на первый этаж. Перед ней ванная для гостей. А вот это спальня. Можно использовать для гостей. Можно использовать как кабинет. Кому как интересно и хочется. Поднимаемся на второй этаж по лестнице. Лестница отделана. Опять с деревом дуб. Массивные ступени. Очень стабильная. Она входит в цену дома. Начинаем. На второй этаж есть три спальни и две ванны. Это первая спальня. Мы её называем детской. От неё тоже. Смотрите, какой вид есть на Софии. Здесь даже видны крыши храма Александра Невского. Здесь даже видны крыши храма Александра Невского. Все эти часты. Опять немецкие. Три стекла. Стеклопакет. Очень качественные окна. Это первая ванная, которая обслуживает две спальни. Она полностью отделана. Здесь дерева почти нет. Это вторая спальня для детей с таким дизайнерским потолком. Большая терраса, покрыта половой доской из сибирской лиственницы. Отсюда, смотрите, опять вид на вашу гостиную. Вид на центр города. Едем до родительскую спальню. Здесь есть ванная только к этой спальне и гардеробная большая. Ванная почти десять квадратных метров. От стены до стены светлое пространство. Есть собственное окошко. Кстати, все ванны имеют собственное окошко. И опять есть отсюда тоже выход на террасу. Если посмотрим на горы сверху, они так близко. Просто как будто мы на десять минут от них. Гардеробная большая. Вот такая дверка хитрая. Высота на второй этаж везде. Во всей спальне почти доходит до трех метров двадцать сантиметров. То есть пространство очень хорошо. Сама родительская спальня, чистая квадратура, двадцать пять квадратных метров от стены до стены. Сейчас поедем вниз к гаражу. Все в доме сделано с автоматизацией. То есть сейчас у нас датчик. Дом, как сказать, умный. Можно все программировать. Таким образом. Здесь есть одно дополнительное помещение. Мы его называем фитнес. Здесь можно сделать свой кабинет. Слева прачечная. Большая. Все выводы уже стоят. Только надо инсталировать свой электроприбор. Опять термонасос. Термонасосный бойлер. И встроенный пылесос. Это техническое помещение. Здесь помещение для сауны. С трехказным электричеством. Можно, если человек себе не делает сауну, можно сделать винный погреб. Как кладовая. Потому что здесь постоянная температура. Это помещение, где сауна может... Оно в земле практически. Сейчас заходим в гараж. Гараж в крепком виде. И две парки места есть снаружи. Кстати, высота в сутерении проходит по метра шестьдесят пять сантиметров. Это очень высокий гараж. До свидания. Спасибо за просмотр.